МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А так мы никогда не были первыми в области промышленности и научно-технического развития. Лишь после того, как победил Великий Октябрь, провели индустриализацию и культурную революцию, наша держава стала на планете самой научной, самой грамотной и самой успешной. Это доказала уже Великая Отечественная война, где мы разгромили исключительно зло фашизма, доказав, что мы можем делать лучшие в мире танки, лучшие пушки, лучшие артиллерийские установки, можем проявлять чудеса героизма и храбрости. Но результат этот был достигнут прежде всего в научных лабораториях и за школьными партами. Затем мы за 15 лет доказали, что можем создать ракетно-ядерный паритет, прорваться в космос и произвести технику, которую восторг привела всю выставку в Бреселе в 1958 году. Первый полет Гагарина подтвердил, что мы являемся первыми и в области ракетно-космической техники, и в области машиностроения, электроники и управления всеми этими процессами. Мы гордимся этим и провели целую серию выдающихся мероприятий. Мы организовали для детей сочинения «Сын России». У меня только на родине, в Орле, 57 тысяч детей писали сочинения. Они знают, чем суть подвига Гагарина. Мы провели встречу в Центре управления космических полетов, поговорили с космонавтами, а их 10 человек, которые летают сегодня на нашей станции, и рассказали, что станция – это рукотворное чудо. Если ее положить на Красной площади, она займет 2 третих 470 тонн не просто металла, а лучшей научной аппаратуры и блестящей организации управления. Но вместе с тем мы готовимся к отчету и на свой партийный съезд. Наш съезд состоится на следующей неделе. В ее подготовке участвуют все партийные организации «Леопатриотические силы», «Союз Компартии». У нас на съезде будет участвовать очно и заочно почти 5 тысяч человек. Я считаю, что это очень важный отчет, потому что мы предложили обществу реальную программу вывода страны из кризиса. Наши идеи, 8 базовых слушаний, которые провели в Государственной Думе, отправлены президенту. Я надеюсь, что он учтет многое в своем послании. Дорогие друзья, Коммунистическая партия Российской Федерации подходит к своему съезду отмобилизованной, с программным документом и готовой к политическим сражениям в сентябре на выборах депутатов Государственной Думы. Коммунистическая партия имеет развлетеленную сеть партийных организаций, более 14 тысяч первичных партийных организаций, около 2,5 тысяч местных организаций. Депутатский корпус от КПРФ составляет около 10 тысяч депутатов разных уровней и наши депутаты активно работают на местах, отстаивая права и интересы граждан нашей страны. Мы считаем, что уровень подготовки к съезду говорит о том, что партия отмобилизована. На протяжении последних месяцев непрекращающиеся идет нападки на нашего лидера Геннадия Андреевича Зюганова, на руководство партии, на все наши структуры. Эти нападки идут из-за того, что власть боится нас. Но партия отмобилизована. Мы готовы защитить и наших красных губернаторов и мэров, мы готовы защитить народные предприятия, так же, как каждодневно защищаем жителей нашей страны. Сегодня вышел политический отчет Центрального комитета, доклад Геннадия Андреевича, съезду. Этот документ носит не только программный характер, потому что он вобрал в себя работу партии не только за последние 4 года, а это фактически история борьбы КПРФ в современное время, история за сохранение нашего государства. Но в этом докладе четко поставлены задачи партии побеждать на выборах всех уровней, укреплять единство рядов, усилять наше представительство и, самое главное, идти к главной цели – приходу к власти стране и построению социализма. КПРФ всегда была партией трудящихся. И на протяжении этих лет количество работников труда, рабочих в нашей партии увеличивается. К нам идут представители малого предпринимательства, потому что понимают, что власть ничего не делает реальными словами по поддержке предпринимательства. Мы защищаем самые социально незащищенные слои населения, и население, объединяясь вокруг КПРФ, широкий фронт левопатриотических сил, готовое активно действовать и бороться на выборах депутатов Государственной Думы. Мы приглашаем вас всех, журналистов, принять участие в наших мероприятиях, и вы увидите единство, твердость и уверенность наших рядов. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что со времен Ленина, со времен становления большевизма, у нашей партии есть два основных документа – это партийная программа и партийный устав. Если вы откроете наш партийный устав, то вы увидите, сколько раз жизнь, практика, предложения коммунистов и законодательные установления новые требовали вносить изменения в состав нашего устава, в текст устава. Вы ничего не увидите по отношению к программе партии, потому что, приняв ее однажды, мы уверенно идем к ее выполнению, к выполнению цели, которая в ней обозначена, а цель – это возвращение России на путь социалистического развития, социалистического созидания. Но это не означает, что у партии не появлялось никаких других программных материалов и программных документов. Конечно, они были. Мы можем вспомнить здесь и 10 шагов Зюганова, которые мы готовили еще в нулевые годы, выходя на федеральные предвыборные баталии. У нас есть материалы Орловского экономического форума, которые очень серьезно подкрепили нашу общую социально-экономическую программу и отраслевые программы. У нас есть пакет законопроектов, которые позволяют уже завтра, в случае прихода к власти победы, правительство народного доверия вооружить. Это правительство народного доверия, правительство национальных интересов, необходимой законодательной основой для проведения в России очень важных преобразований. И действительно, у нас появляется сегодня еще один новый документ, который опубликован в «Правде» сейчас в Советской России на интернет-ресурсах партии. Это политический отчет Центрального комитета. Предстоящему съезду с этим докладом выступит лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов. Партия начинает изучать его. В четверг мы проводим всероссийское совещание в режиме ВКС. Это будет большая интернет-конференция, где мы хотим посоветоваться послушать наши партийные организации, региональных местных лидеров, оценить вместе содержание этого доклада и, исходя из него, уже определить те решения, которые будут сформулированы в виде постановления, в виде резолюции съезда. И эти решения нам предстоит выполнять как минимум в ближайшие четыре года до следующего отчетно-выборного съезда. Но есть еще один принципиально важный момент. Партия не только готовится к съезду и к отчету за четыре года работы, но мы стоим в преддверии 30-летия, с момента возрождения Коммунистической партии Российской Федерации. Поэтому мы будем отчитываться, партия будет отчитываться перед народом, Центральный комитет перед партией, по сути, за 30 лет работы. И кроме политического отчета, есть еще целый ряд материалов, которые мы представим делегатов съезда, включая вот этот сборник работ Геннадия Андреевича на службе народу, который подчеркивает, что за 30 лет партия ни разу не слукавила, всегда была честна перед народом и всегда действовала в интересах трудящихся. Принципиально важный момент, конечно, состоит в том, что в политическом отчете съезду даны оценки текущей ситуации, вот этого 30-летнего пути, не только нашей партии, но и состояние, в котором положение дел, в котором находится наша страна, Российской Федерации, находятся люди, живущие здесь. Есть краткая, может быть, максимально краткая, какая только может быть в этой ситуации, оценка, формула того, что происходило и происходит с нашей страной. Это три кражи, которые отражены в докладе Геннадия Андреевича Зюганова. Это кража приватизации, это кража эксплуатации и кража фальсификации. Когда у народа отбирали общенародную собственность, никто не говорил, что людям будет жить хуже. Все говорили, что этот раздербан обогатит каждого через приватизацию, через чеки, через чубайсовские схемы и так далее. Люди очень быстро поняли, что они стали жить не богаче, а беднее. Но вместе с этим у них начали отбирать и социальные гарантии, социальные права, которыми так горделась наша страна. Но им обещали потерпите, у вас же зато теперь появляется демократия, права человека, свободные выборы, отсутствие цензуры. Но чем дальше, тем больше все видят, что ничего этого нет, что цензура процветает, что фальсифицируются выборы, результаты избирательных кампаний, воя изъявления граждан никого из власть придержащих не интересует. Это, конечно, тоже элемент кражи, полномочий, воровства голосов на выборах, воровства властных полномочий. Все это та современная реальность, с которой Россия в будущее идти не может. Мы наглядно, как мне кажется, наша команда во главе с лидером партии показала весь драматизм этой ситуации и предложила пути выхода из кризиса. На этом этапе мы считаем, что выход может быть мирным, демократичным. И мы намерены поставить перед новым составом Центрального комитета одну из задач – это формирование того образа будущего, в который должна войти Россия благодаря реализации наших программных установок. Опубликовали уже материалы и в наших газетах, и на сайтах. Вы можете подключиться к обсуждению. Единственная просьба – достоверно показывать все, что происходит. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, сегодня чем ближе наступает дата проведения отчетно-выборного съезда, затем мы больше видим, что информационное поле наполнено, мягко говоря, не соответствующими действительности материалами, а зачастую обговоренно спекулятивными и лживыми. Поэтому сегодня существуют даже события многолетней давности, события 1996 года, предоставляются в выгодных красках для власти, пытаясь замалчивать именно народную поддержку народно-патриотических сил. Сегодня создаются две реальности. Первая реальность – это виртуальная, которая манипулируется определенными провластными политехнологами, зачастую выходит именно и на федеральные каналы. С другой стороны, другая реальность – это простые люди, простые коммунисты, рядовые коммунисты, которые свои инициативы показывают сплоченность и единство накануне отчетно-выборного съезда. Так я приведу пример, когда простой рабочий парень покрасочного цеха выбежал из Уфы в длительный марафон в 1300 километров, чтобы прибежать на съезд и продемонстрировать именно свою инициативу, и привлечь внимание средств массовой информации к тому, чтобы рядовые коммунисты именно поддерживают ту линию партии, которая проводится. Геннадий Андреевич в своем докладе даст, дал яркую и четкую оценку этим вот спекулятивным информационным действиям, которые существуют. Поэтому я всех журналистов, которым мы работаем не один десяток лет, приглашаю на съезд, чтобы своими глазами и своим профессиональным взглядом оценить и показать людям, что реально происходит и к чему партия подходит к отчетно-выборному периоду. Читайте, изучайте, исследуйте, информируйте. Единственная просьба – не врите. Кроме Компартии России и Левопатриотических сил, широкого блока тех, кто сегодня борется за СССР, сильную, справедливую, социалистическую Родину России, у нас в стране других нет. Поэтому чем эффективнее будем бороться выступать, тем скорее будет новый курс и достойный жизнь каждого гражданина в нашей державе. Приглашаем на съезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова